Спонсор выпуска – компания okfit.ru У меня с детства была такая черта, что я хочу быть всегда победителем. Мне не хватало просто заниматься, мне нужно было выступать. Друзья, всем привет! Меня зовут Руслан Сафаров, вы на канале Мышь с РФ. И это моя мотивация. Друзья, в этом сезоне я стал абсолютным чемпионом в номинации «Пляжный бодибилдинг» на Кубке Северо-Запада. В этом выпуске я расскажу о своей мотивации, покажу одну из тренировок, расскажу о плане питания. Будет интересно! В спорте я с детства. В 12 лет мой брат и мой отец отправили меня на секцию бокса. В то время, наверное, это было, как и у всех, набраться сил, чтобы я умел постоять за себя. Где-то года через два, наверное, лет в 14 я уже начал влюбляться потихоньку в этот спорт, бокс, начал выступать. В итоге я добился в кандидата мастера спорта по боксу, выступал также и по кикбоксу, у меня имеется первый разряд. Где-то, наверное, года 4 назад я начал осмысленно влюбляться, наверное, уже в «Железный мир» и втягиваться больше в эту деятельность. И где-то года два назад я начал выступать в категории «Пляжный бодибилдинг». В первом моем сезоне я занял 9 место из 16 участников. Моя подготовка длилась, это было, конечно, смешно, где-то даже, может, с улыбкой, можно, я вспоминаю этот момент. Она длилась 11 дней. Почему? Потому что за 12 дней я узнал об этих соревнованиях, что есть вообще такая номинация. Я начал готовиться, я сел на полную безуглеводку, бегал по утрам на тащах, ну, а по залу так было, что знал, что и делал, в принципе. Это такая была самая такая спонтанная подготовка. Это, конечно, очень было смешно. Многие меня спрашивают, почему я выбрал категорию «Пляжный бодибилдинг», а не, там, не «Бодибилдинг», там более такой какой-то брутальный вид спорта. Почему я выбрал «Пляжный бодибилдинг»? Потому что я могу быть самим собой, в своих кондициях находиться. Мне не нужно разжираться, как в межсезонье, набирать вот эти космические массы, как бодибилдером. Я могу сегодня выступить, допустим, на этих соревнованиях по пляжному бодибилдинг, а завтра пробежаться с подругой по пляжу или по улице. Послезавтра прийти в зал бокса, там, побоксировать, залезть на турник, спокойно попрыгать, побегать. И еще эта номинация позволяет мне быть круглый год в одной и той же форме. Я не вижу смысла, вот, допустим, как у бодибилдеров, не знаю, там, они год в межсезонье, а потом две недели в идеальной форме. Для меня это неприемлемо. Это, конечно, безусловно, это очень сильный труд для них. Для меня это даже, наверное, как-то вообще невыполнимо набрать 30-40 килограмм, а потом это сушить, там, 2-3 месяца и быть две недели в идеальной форме, а потом опять разжираться. Не, это не для меня, а именно BenzFizik это для меня, это потому что я могу круглый год быть в одной и той же форме и чувствовать себя прекрасно. Один из аспектов хорошей тренировки – это хорошая динамичная музыка. Я беру с собой плеер, одеваю наушники, это позволяет мне больше концентрироваться на данной тренировке. Поэтому на мне такие хорошие наушники. Эти, кстати, наушники я увидел на тренировке у Энтисона Пэттисона, бойца UFC. Сразу же на следующий день поехал и купил эти наушники, нисколько не пожалел. Теперь мои тренировки проходят в качественной идеальной музыке. Свой план тренировок я строю таким образом, что каждую неделю я тренируюсь почти каждый день. Кроме воскресенья, в воскресенье у меня всегда выходной. Каждую свою тренировку, начиная с подтягиваний, 5 подходов всегда у меня стабильно от 10 до 15 раз. Это как для меня и разминка, как и такой чуть функциональный тренинг, ну и так прочувствовать свой вес и так далее. В различные тренировки, допустим, та же грудь, руки, плечи, спина, ноги, я всегда делаю разнообразие. У меня нету одной тренировки, похожей на другую. Каждая тренировка, она отличается кардинально от другой. В конце тренировки обязательно я растягиваюсь. Я стараюсь очень много растягиваться. Считаю, что чем больше мышцу ты растянешь, тем больше она будет. Тренировки в зале, они для меня чуть-чуть должны быть, включая больше функциональных тренингов. Это работа с гирями, тяжелетические какие-то действия, рывок, стараюсь практиковать рывки, толчки. Приседания те же очень люблю делать, хотя говорят, что мэнс физики не приседают, но не знаю, это ко мне не относится точно. Базовые упражнения очень люблю делать, работаю с тяжелыми весами. Мой план питания таков, что с утра я просыпаюсь, выпиваю стакан воды на товщах. Затем у меня каша на обезжиренном молоке, ну и один банан я туда добавляю. Часа через два где-то я ем яичницу, либо омлет из 10 яиц. Туда входит 2 целых яйца и 8 где-то без желтка, то есть белок. И в течение дня каждые 2-3 часа я стараюсь питаться таким образом, что по углеводам у меня макароны, рис, гречка. Всегда чередую, чтобы мне это не приелось. А по белку у меня куриные грудки, рыба, стараюсь лосось и говядина из мяса. Ближе к вечеру я где-то, наверное, съедаю один грейпфрут. Ну и по настроению, конечно, обезжиренный творог. И в течение дня стараюсь выпивать где-то 3-4 литра воды. И 2 зеленых яблока всегда в моем рационе присутствуют из фруктов. Питание, на самом деле, с тренировки боксом, когда я выступал, и тренировками сейчас, которые я выступаю в пляже Бодибилл, питание особо не поменялось. Также, когда я боксировал, я также ел, в принципе, на самом деле. Я вообще люблю поесть, и тогда я тоже так же питался. Просто, когда боксировал, само собой, уровень жиросжигания и калорийности ты больше сжигаешь, само собой. Поэтому тогда я мог, наверное, где-то что-то не подсчитывал, то есть не было такого какого-то там межсезония или не межсезония. Ты просто ешь и ешь, и все. И держишь с одного этого же веса. По повезду мне, наверное, в тех вещах, что я не сладкоежка, я не ем фастфуд, не ем хлеб, не пью соки сладкое. То есть такого у меня нету. Люблю просто обычную воду, попить, может, чаю. И шестиразовое питание для меня это идеал. Что мне нравится в спорте? Многие меня спрашивают, почему я только же живу спортом, целыми днями в этом спорте. То у меня бокс, то у меня теперь пляжный Бодибилл, то у меня фитнес. Мне нравится, выглядит как на обложке журнала. Когда я начинал боксировать, мне очень нравилось, конечно, то, что ты с каждым днем становишься все сильнее и сильнее. Ты ставишь себе цели победить на каких-то турнирах, где-то достигаешь, где-то нет. Это закаляет твой дух, такой мужской стержень дает тебе очень сильно. В боксе это было, конечно, идеально, потому что ты выступил, проиграл, набрался сил, сделал выводы, сказал, что придешь и выиграешь еще раз. И приходишь, когда выигрываешь, ну, эти эмоции, конечно, не сравнить ни с чем. В пляжном Бодибиллке все то же самое. Ты выбираешь себе цель, ты идешь к ней, ты выбираешь соревнования, ты идешь к этой цели. Не выиграл, так ты ставишь себе цель победить. И в конце концов достигаешь, но кто-то не достигает, но все равно. Он уже, если вышел на тот же ринг или на ту же цену, он уже переборол себя. И это уже можно ему сказать, что он красавчик, и поставить ему лайк в этом плане. У меня с детства была такая черта, что я хочу быть всегда победителем. Мне не хватало просто заниматься, мне нужно было выступать. Выступать, наверное, в первую очередь, потому что я хотел выигрывать, я хотел победить, и я хотел, чтобы, ну, ощущать себя победителем. Это как-то меня, не знаю, наверное, в то время, наверное, делал каким-то таким мужиком. Те годы, когда я начал выступать, там, уже в 14-15 лет. В пляжном Бодибиллке здесь, конечно, чуть-чуть по-другому, но цель, суть была одна и та же. То есть я ставил себе цели, что хочу выиграть, хочу показать себя. Я поставил себе цель выиграть, и я добился этого. В третьем сезоне я стал чемпионом, и после этого я не остановился и поставил еще себе цель на четвертый сезон. И эту цель я тоже выполнил. Надеюсь, в дальнейшем я буду ставить себе цели и побеждать, и побеждать, и только побеждать. Друзья, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на меня в инстаграме, добавляйтесь в друзья вконтакте, пишите. С вами был Руслан Сафаров, абсолютный чемпион по пляжному бодибилдингу Кубка Северо-Запада. Всем счастливо! Спонсор выпуска – компания окфит.ру Субтитры сделал DimaTorzok